Лечебные учреждения всего мира постоянно нуждаются в донорской крови, которая спасает жизнь многим людям. Донор с латинского переводится «дарить», и очень часто этот подарок – «жизнь». Кровь могут сдавать люди в возрасте от 18 до 65 лет, практически здоровые. Сначала измеряют гемоглобин, затем врач беседует с донором, с собой надо взять хорошее настроение и надо быть здоровым. Вес донора не должен быть менее 50 килограммов. Имеется и ряд противопоказаний. Кроме того, что донор помогает попавшим в беду, он улучшает и свое здоровье. Это полезно, если человек здоровый, кровь сдать полезна, обновление клеточек. По статистике доноры реже болеют хроническими острыми заболеваниями. Сдача крови стимулирует в организме кровотворную систему и таким образом состав крови быстро восстанавливается. Здоровому человеку сдача крови не вредит. Давно уже начал, еще с мореходки начал сдавать и все время сдаю так. Раз в год, иногда бывает два, три. Как не в море, так вот забегаю, если есть. Сейчас в интернете прочитал и решил. Как вы считаете, на здоровье как это влияет? Не чувствую никакой разницы. По-своему духовному. Хочу сдавать, может поможет людям. Все просто потому. Донор получает легкий завтрак, денежную компенсацию в размере трех латов и за каждый раз сдачи крови дополнительный день к отпуску. Для многих доноров важно не денежное вознаграждение и другие привилегии, а важна возможность помочь другим. Татьяна Саксаганская, Андрей Кулыгин, Курзомское телевидение.